Всем привет! Вы видите карту 1154 года, это одна из самых древних карт мира. Эту карту составил арабский ученый и путешественник Мухаммад Али Дриси, который жил в 12 веке. Для 12 века эта карта считается одной из самых лучших, точных и красочных карт. Эта карта создана по заказу сицилийского короля по имени Роджер. И поэтому все названия на карте латинские и вполне читаемые. К карте прилагается книга, которая называется книга Роджера, где описана сама карта. Сам автор карты и книги знал арабский и как минимум итальянские языки. На карте юг указан сверху, а север снизу, поэтому мы ее перевернем. При увеличении карты мы видим надпись, похожую на Киев, севернее Черного моря. А еще севернее мы видим надпись Аль-Руссия. Также рядом можно увидеть надпись Днабр. Это означает Днепр. Восточнее мы видим еще одну реку с названием Руссия. Это видимо река Дон. А между этими реками есть какой-то город, который тоже похож по названию на Киев. А еще восточнее мы видим реку с названием Атиль. Так арабский картограф назвал реку Волгу. Немного севернее видим надпись Слау. Так на карте обозначен Великий Новгород. Можно разглядеть и соседей Руси. На юге это Хазары. А севернее Волжская Булгария. На самом деле на карте много неточностей. Названия некоторых городов даже повторяются. Но это и не удивительно для того времени. Но это не мешает понять общую географию стран того времени. Из-за этих неточностей, многие историки и географы немного по-разному трактуют названия городов. Но к этой карте прилагается книга с описанием. Вот некоторые описания Руси, которые кстати автор карты и книги заимствовал у других путешественников тех времен. В описании есть три вида русов. Кукияне – это Киев. Еще один вид русов живет в Ас-Салавии – это Новгород. И третий вид русов живет в Аларсании. Местонахождение неизвестно. И в этом же описании Киев назван городом тюрков. Есть описание и реки Итиль. Так арабы называли реку Волгу, которую мы можем видеть и на карте. По описанию, река Итиль является рекой русов. И течет эта река к одноименной столице Хазарии. Я не стану все озвучивать, если интересно, то ставьте на паузу и читайте. К этому описанию можно добавить еще одного арабского путешественника. Который был в Руси в середине 10 века. Он также разделил русов на три вида. А Славию, что ассоциируется с Великим Новгородом, он назвал самой верхней Русью. Кстати, когда я смотрел описание карты, в разных источниках, я случайно попал на украинский сайт, который описывает эту карту. И вот взгляните, что там написано. А речь там идет, о якобы, каких-то украинских землях. И это на минуточку, в 1154 году. Над этим можно только посмеяться. То есть, вот это вот все украинские земли. Вместе с Новгородом, Псковом, Смоленском и Владимиром. Но дальше еще интереснее. Промотав вниз, можно увидеть еще больше абсурда. И в описании, которое я перевел на русский для удобства, можно увидеть. Что оказывается, уже тогда, в 1154 году, между Новгородской и Галецкой Русью существовала Московия. То есть в то время, когда еще никакого московского княжества не существовало. Да и слова такого как Московия, тогда никто не знал. Причем эту самую Московию, он увидел на этой карте. Я даже посмотрел повнимательнее, может я чего пропустил. В общем, я думаю вы поняли этот уровень абсурда, который царит на Киеве. Под видео я оставлю ссылку на видео. Где некий исследователь Дмитрий Мадуров, рассказывает про эту карту, хотя видео, к сожалению, не полное. А у меня на этом все. До новых встреч.